Пенсионный фонд, почта, налоговая служба и фонд социального страхования Чувашии в период вынужденных выходных работают дистанционно. Для того, чтобы обратиться в пенсионный фонд по назначению, перерасчету или выплатам пенсии или материнского капитала, нужно записаться заранее. Мы считаем возможным, если для предоставления каких-то государственных услуг в других структурах можно получить по системе межведомственного взаимодействия, то есть дистанционно, не приходя в органы пенсионного фонда. Также можно эту справку заказать и получить позднее, после того, как эта неделя пройдет или другие периоды, когда нам разрешат уже работать в обычном режиме. Но я хочу сказать, что органы пенсионного фонда максимально подготовлены для предоставления всех услуг в электронной форме. Возможно, если обратиться через единый портал государственных услуг, с той же паролью можно обратиться через личный кабинет пенсионного фонда на сайте пенсионного фонда. С 30 марта и по 3 апреля приостановились прием и обслуживание налогоплательщиков, но налоговая служба продолжает работать. Прием всей корреспонденции, как налоговой, так и бухгалтерской отчетности, он будет осуществляться в отношении тех налогоплательщиков, кто хочет посетить лично налоговые службы, только через боксы. Эти боксы будут установлены уже при входной группе каждой инспекции. А уже начиная с 6 апреля и до особых пока указаний, прием и обслуживание наших налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи, которая будет происходить на сайте ФНС России www.налог.рус с помощью сервиса онлайн-запись на прием в инспекцию. Фондом социального страхования также организовано дистанционное оказание услуг. Это подача различного рода заявлений, документов через личный кабинет получателей услуг Фонда социального страхования. Второе – это единый портал государственных услуг. Третий способ дистанционной подачи документов – это касается уже страхователей через личный кабинет страхователя. Для того, чтобы получить справки о доходах или справки о выплаченных пособиях, в настоящий момент необходимости обращаться лично в региональное отделение нет. Значит, можно подать, опять же, такое же заявление на выдачу данных справок через личный кабинет получателя услуг на сайте Фонда социального страхования, либо же по электронной почте. Почта России на дому готова принять коммунальные платежи, налоги, штрафы, страховые взносы, а также доставить посылки, письма, подписные издания и необходимые товары по сниженному тарифу. Доставка пенсий будет осуществляться в соответствии с графиком. Телефон горячей линии 63-62-12. У нас все пенсионеры получают по четкому графику. Они все знают свои дни, в которых производится выплата. Мы просим, пожалуйста, оставайтесь дома в эти дни. Почтальон обязательно к вам придет. Продолжение следует...